Книги, тетради, учебные пособия. 11 класс свободного времени почти нет. Совсем скоро последний звонок и единый государственный экзамен. 17-летняя Ксения Борейко попрощается со школой, но эти годы ей запомнятся навсегда. Друзья, любимые учителя и ее команда, которая помогла выиграть в конкурсе «Видновчанка-2018». К этому событию они готовились с октября, когда в гимназии было решено, что представлять их учебное заведение будет Ксения. Мы все очень дружные, мы все общаемся и всегда поддерживаем свое общение. Мы очень любим Ксюшу и вообще всех ребят. И поэтому нам, я считаю, удалось показать всю эту атмосферу и победить. Участвовать в конкурсе «Видновчанка» Ксения хотела давно, но о победе и не мечтала. Для ее команды это стало интересным увлечением. Совместные мозговые штурмы, творческие порывы, проявления себя. В своем выступлении девушка рассказала о разных народах. В роду самой Ксении намешано много кровей. Телеграм «Видное ТВ», который несколько лет тому назад учредил свою специальную премию на конкурсе, тоже отдал предпочтение Ксении. Помимо всего прочего, она стала мисс СМИ-2018. Все это дало ей новый толчок в жизни. Для меня «Видновчанка» стало каким-то неким преодолением барьера, потому что было много неуверенности, было много сомнений, но эта победа, она мне придала уверенность в себе. И это новый этап моей жизни, и это моя история. Жизнь – самая видная девушка Ленинского района хочет связать с творчеством. И это неудивительно. Она с детства занимается танцами и рисованием, а потому решила поступать в педагогическое на отделение изобразительного искусства. Люди, которые знают Ксюшу с детства, говорят, что у девушки обязательно должно все получиться, ведь она очень добрая, умная и открытая. Она как солнышко, потому что от нее всем тепло. И то, что этот человек может подарить доброту, счастье, любовь всем, кого она окружает. Часто, когда смотришь на детей, заглядываешь немножечко в их будущее. И Ксюша будет просто необыкновенной и потрясающей женой, что немаловажно на самом деле для каждой женщины, потому что я считаю, что женщина реализуется в первую очередь в семье. А еще у нее невероятное количество энергии, потому что совмещать творчество и учебу в 11 классе непросто. Закончив одну череду репетиций, она снова на сцене, чтобы вместе с одногласниками подготовить яркий номер на последний звонок. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.